Эта конференция сейчас будет записана. С новой линейкой современных систем, предназначенных для визуализации и не только. Не секрет, что каждый год обновляются такие продукты, как 3ds Max, V-Ray, Corona. И вот сегодня мы с вами сможем поговорить о 2021 версии Max, о пятом V-Ray, который, кстати, серьезно продвинулся вперед. И о пятой короне, которая потихонечку тоже совершенствуется. У короны развитие идет более плавно, у V-Ray скорее это в камере. Сначала долго-долго почти ничего не происходит, потом раз и все с ног на голову. И вот об этом я бы и хотел вам сегодня рассказать. Ну а в конце подключится наш менеджер и еще немножечко порекламировать наши курсы, ну в хорошем смысле этого слова. Я имею в виду порекламировать. То есть, скажем по-другому, расскажет вам о том, какие изменения в наших курсах, в наших дипломных программах и в каком варианте, как можно поучиться у нас 3ds Max. Но в любом случае, то, что вы увидите сегодня, я думаю, вам будет интересно само по себе. Если вы интересуетесь Max, если вы используете V-Ray, корону, если вы просто хотите начать карьеру в этом направлении, я думаю, вам понравится то, что вы увидите сегодня. Я, с вашего позволения, пролистаю несколько слайдов, которые не несут ничего, кроме рекламной нагрузки. Ну и вот первый интересный момент, о котором хочется чуть рассказать. Что такое 3ds Max? Конечно, история его развития чудовищная, то есть с 95-го, а то и с 91-го года, смотри, как считать, уже 30 лет этому продукту. И Max это в первую очередь платформа. То есть Max в современном его разрезе правильно воспринимать не как самостоятельную программу, а как универсальную платформу, на которую можно навешивать разные расширения и дополнения. И с помощью ее в составе с дополнительными модулями решать самые разнообразные задачи в мире 3D графики, 3D визуализации. Компания Autodesk каждый год умудряется сделать новый 3D Max и не всегда это идет ему на пользу, но в том плане, что, конечно, развитие есть, но порой такими черепашьими темпами, что диву, даешься. И тем не менее, ключевое преимущество Max это не то, что каждый год новый, а то, что он внедрен практически во всех областях, где требуется применять 3D графику. Вот мы видим с вами, сколько разных задач решается с помощью 3D Max. Это и визуализация архитектуры интерьеров, это и сувенирка-ювелирка, это и всякие техпроцессы, механизмы, видеографика, разный контент для игр, для печати. То есть это, конечно, самый популярный и, я не буду говорить продвинутый, он давно уже продвинутый. Сейчас, конечно, никого не напугаешь тем, что там 3D Max что-то умеет такого, что не умеют другие продукты. По большому счету, все 3D пакеты современные сегодня имеют примерно одно и то же, ну, с какими-то отличиями. Где-то там что-то делается поудобнее, где-то менее удобно, но в целом по больнице там все примерно одно и то же, какой продукт не возьми. И вот Max при его таком классическом подходе, с довольно архаичным интерфейсом, долгое кривое освоение, он тем не менее остается самым популярным программой. Ну, это объясняется тем, что он очень глубоко внедрен в все области, и это является такой как бы вехой в истории, от которой дальше же можно отталкиваться. И каждый год компания Autodesk обновляет свою программу, свою платформу для производства 3D контента, на которой ориентируются практически все разработчики, все пользователи. И его можно там, повторюсь, по-всякому сравнивать с другими продуктами, но безусловно, Max это такая правная точка в 3D графике. И вот чем же нам может похвастаться новая версия 3D Max. Вообще, кстати, интересный момент, когда выходит новая версия 3D Max, ну, допустим, вот 2021, та, о которой мы будем говорить сегодня. Пользователи, ну, кто уже собаку съел, научный долгим опытом, нездоровым, кстати, долгим опытом, не спешат обновляться. Потому что, когда выходит новый Max, если ты по глупости снесешь старый и поставишь новый, скорее всего получишь кучу головной боли. Потому что новый 3D Max почти всегда содержит какие-то ошибки, недоработки раз, и не факт, что с ним будут работать старые плагины, то есть всякие V-Ray корона, это два. Поэтому обычно люди осторожничают и не ставят свежую версию Max. Чего же они ждут? Они ждут апдейтов. Вот сейчас вышел уже не просто 3DS Max 2021, а апдейт один. То есть вышло дополнение, первое дополнение к Max, которое исправило кучу мелких болячек, которые, ну, всегда компания Autodesk не забывает добродушно насыпать в коробку с 3D Max. Сам 3D Max 2021. Ну, в каком-то смысле ничего нового не принес. Это тот же самый Max, что и 20. Из плюсов. У него в очередной раз немножко улучшили работу видовых окон. Он начал показывать картинку лучше и детальнее. Там свет лучше виден, задний фон появляется по умолчанию, материалы отображаются чуть интереснее. Ну, и в сложных проектах повысилась производительность. Но я, честно сказать, не помню ни одного релиза Max за последние годы, где вот это вот новшество, типа мы повысили производительность, не было бы указано как основное, одно из основных. Но в очередной раз повысили, большое спасибо. Много мелких там улучшений. Тот же модификатор Champer еще немножко доработан. То есть в целом, конечно, есть за что похвалить, но особенно полезно то, что вышел апдейт 1. И вот теперь действительно те, кто еще сомневался, стоит ли ставить 20.21 Max или стоит классическую версию старенькую использовать, ведь многие до сих пор ставят 2018 Max. Но самые отбитые ретро-грады утверждают, что с момента 2012 Max ничего лучше не сделано. Но это, конечно, уже с перегибом, потому что совсем-совсем старая версия Max. Это по многим причинам плохо. Есть любители там 12-й, 16-й версии, но тем не менее, вот где-то начиная с 2018 Max, с 2018 и по 2021. Отличия были не самые заметные. То есть если взять, сравнить Max с 18-й, 21-й, то по ключевым позициям будет все одно и то же. Повторюсь, любим мы Max. Не закучу нововведений, хотя, конечно, некоторые нововведения очень удачные. Тот же модификатор Champer, доработанный с годами. Он очень-очень хороший. На всякий случай, если тот из вас не сталкивался с Max до сих пор, Champer – это модификатор, который рисует фасочки на объектах. Фасочки – это очень полезная и нужная штука. Вот в очередной раз разработчики его довели до ума. В 2021 Max есть интересное нововведение. Систему рендеринга по умолчанию поменяли. Но тем не менее, тем не менее, любим мы Max не совсем за его собственные фишки. Любим мы его за его стабильность, надежность и связь с другими продуктами. И я не думаю, что есть пользователь Max, который пользовался Max больше одного дня и не слышал о таких разработках, как V-Ray и Corona. И вот на сегодняшнем нашем небольшом выступлении я бы хотел помимо Max показать вам еще два продукта. Это V-Ray и Corona. В чем их суть? Для тех, кто впервые о них слышит, скажу пару слов. Это обе две популярнейших системы визуализации. То есть система, которая позволяет делать красивую картинку. К сожалению, в 3D Max своей собственной системы визуализации нормальной нет. Есть заглушка, которая делает вид, что она есть в системе визуализации, но для обычного пользователя она, конечно, дико неудобна. И вот вместо штатной системы визуализации применяют либо V-Ray, либо Corona. И да, интересно было бы упомянуть. У нас на курсах компании специалист сейчас обновляются курсы. Мы начинаем читать Max 21. И вот к нему мы читаем пятую версию Corona. Чем она хороша? Пятая. Ну, в принципе, пятая, шестая примерно от знака выглядит, да и четвертая на самом деле. У них появился у Corona такая вещь, как очень хорошо работающая каустика. То есть очень красивый свет, проходящий через преграды стеклянные. Можно шикарно рендерить ювелирную. Большая библиотека материалов встроенных. И прекрасно работающий так называемый 2,5D displacement. Эта технология, вы сейчас увидите ее, которая очень быстро обрабатывает красивые рельефные поверхности. То есть стало возможно всякие там камушки, дорожки, кирпичики делать объемными, трехмерными, выпуклыми. И при этом не расплачиваться большими затратами быстродействия. То есть это можно было делать и раньше, но расход памяти был очень большой. Сейчас стало все, конечно, интересно. Вообще говоря о системе Corona, если вы с ней еще раньше не сталкивались, можно сказать, что это невероятно простая система визуализации. То есть ее можно очень быстро изучить, очень быстро приступить к работе. Отличный набор инструментов, особенно для архитектуры интерьера. И у Corona единственный минус, она довольно долго считает. Из-за того, что она долго считает, ей не так удобно рендерить анимацию. То есть скорее Corona рендерит статичные картинки. Ну и вот, пожалуйста, пятый V-Ray. Пятый V-Ray, конечно, поражает своими нововведениями. В отличие от Corona, где шажочек такой небольшой. Ну, конечно, спасибо им и за то, что есть. Дисплейсмент, каустика, это очень круто. Но, конечно, V-Ray это совсем о другом. В отличие от Corona, V-Ray требует знания многих настроек. Хотя от каждой новой версии мы видим, что их все меньше и меньше становится. То есть создатели V-Ray упрощают его каждый раз. Сохраняя функционал, естественно. У V-Ray намного больше инструментов. То есть его надо учить дольше. Но и функционал шире. И у V-Ray есть версия для видеокарт. То есть V-Ray может рендерить видеокарты. V-Ray просто быстрее рендерит. Поэтому его очень удобно использовать не только для статики, но и для видеопроектов. Ну и, конечно, пятый V-Ray. Чем он запомнился нам? Чем он войдет в историю? Это то, что у него появилась крутая большая библиотека материалов. Ну, это, конечно, как в Короне. И у него появился Light Mixer. Это опять-таки как в Короне. Что такое Light Mixer? Мы сегодня увидим с вами. Надо сказать, что когда пользователям Короны рекламируют очередную версию V-Ray и говорят, как там все стало хорошо и быстро, у пользователей Короны, как правило, вопрос только один. Появился ли там Light Mixer? И когда им говорят, нет, не появился, они говорят, ну, тогда не надо, спасибо. Вот теперь появился. Притом он даже еще проще, чем у Короны. Что это такое? Сейчас мы с вами увидим. Ну, давайте от слайдов перейдем, так сказать, к Live Demo. Как видите, у меня открыт Max. И что я вам хочу показать? Ну, из нововведений самого Макса их кот наплакал. Пожалуй, главное нововведение – это то, что в очередной раз создатели улучшили работу модификатора Чемфер. Это есть такая прелесть. Вот представьте себе, мы делаем какую-то техническую детальку. Я вот не пленюсь взять боксик, через него пропустить парочку стандартных тел. И из боксика эти стандартные тела вырезать, то есть сделать такую как бы техническую модель какую-то. Вот она. И вот во все времена при создании таких моделей была одна головная боль. То, что края, то есть фаски объекта, получаются жестко срезанными, а должны быть очень часто закругленными. И вот компания Autodesk ответила на все эти проблемы, модификатором, который называется Чемфер. Это лучшее, что было в последних версиях Макса. Появился он давно еще, в 18-м Максе. Но, скажем, нововерсии его допиливали. Все лучше, лучше и лучше. И вот сейчас Чемфер стал совсем хорошим. Как видите, он сделал нам поверхность. Он позволяет на поверхности нанести фаски. Где-то по-прежнему начинаются небольшие глюки, но это нормально для него. Это нужно усложнять сетку, если мы хотим сделать. То есть более правильные границы. Теперь у Чемфера есть некоторые более продвинутые механизмы определения границ фасок. То есть как он именно ищет эти самые фаски. КВАД, 3, ну вот 3 это классический вариант старый, когда фаска срезается треугольником. КВАД это чуть более новый вариант, когда фаску можно делать выпуклой за счет настройки, которая называется теншн натяженность. Ну и появились новые варианты, все более-более-более интересные. С радиальным распределением, с лоскутным распределением и с так называемым однородным распределением. Во всех случаях фаски распределяются все более-более интересные. Появилась возможность определить так называемую границу сглаживания, то есть где именно проходит граница сглаживания. Так называемый трес-холл сглаживания, благодаря которому можно отменить сглаживание в некоторых участках. Ну и соответственно появилась возможность отфильтровать фаски, то есть сказать, чтобы допустим там, где границы не сглажены, фасок не делать. Или наоборот, где сглажены не делать. Вот сейчас мы с вами видим, что включив фильтр FromSmoothing, я сразу убрал ненужные фаски, которые образовывались вот здесь и которые очень сильно пакостили. Как только я поставил Unsmoothed, то фаски добавились только там, где было нужно. И сейчас модель смотрится куда аккуратнее. Помните, как вначале ее клинило? Я переключил более правильно фильтр. И вот теперь модель у нас смотрится отлично. Вот такие маленькие технологические приятные фасочки получились. И если сейчас визуализировать модель с хорошим материалом и с освещением, у нас будет красивая такая технологическая модель с приятными бортиками. Несмотря на то, что у нее нет более сложной сетки, которую раньше надо было делать. То есть если раньше мы хотели бы сделать такие фаски, пришлось бы здесь очень сильно усложнять сетку, чтобы команда Chamfer не заклинила в этом месте. Теперь с так называемым униформ методом определения углов она очень хорошо себя ведет. И это вот до заслуги 21-го МАКСа. Но справедливости ради можно сказать, что это все было в МАКСе 2020-м при условии, что вы ставили так называемый апдейт 3, то есть последнее его обновление. В голом 2020-м такого не было. Много это или мало, такая вот доработка модификатора Chamfer? Ну, по какой-то версии не так уж и много. Хотелось бы увидеть больше нового. Но тем не менее этого достаточно, чтобы это уже радовало. Ну а что же у нас с V-Ray и короной? Давайте поговорим об этих системах и о их взаимодействии с МАКСом. Ну, во-первых, и V-Ray и корона были обновлены разработчиками для полной совместимости с 21-м МАКСом. Кстати, 21-го МАКСа интересная особенность. Его создатели заявили, что он поддерживает все те же плагины, которые 20-й поддерживал. То есть если у вас есть какое-то дополнение к МАКСу, которое к 20-ке подходит, оно подойдет 21-му без обновлений. Тем не менее все создатели основных плагинов уже сделали обновленные версии, заявив, что, конечно, старые тоже подходят, но мы сделали более свежие, они подходят еще лучше. И вот сейчас я бы хотел вам показать, уважаемые друзья, две небольшие демки. Первую по короне. У меня есть вот такая сценка. И что мы с вами видим? Ну, я могу запустить обычную визуализацию, чтобы посмотреть на результат. Тут уже стоит свет, и поэтому все, что нам нужно, это запустить рендеринг, и посмотреть на результат визуализации. Вот корона, ну, не очень быстро, тем не менее, вполне вменяемо считает картинку. За что мы любим корону? Ну, во-первых, за очень удобную постобработку. То есть мы с вами можем легко менять экспозицию изображения прямо в реальном времени, менять контрастность картинки, соответствие бликов, теней нашим ожиданиям. Ну и, конечно, мощнейшее оружие корона, которое просто неоценимый вклад внесло в визуализацию интерьеров, это так называемый лайтмикс. Лайтмикс – это механизм, который позволяет практически без лишнего расхода быстродействия регулировать свет от каждого светильника отдельно, на уже отрендеренной картинке. То есть я могу увидеть свет не только в целом, но и от отдельных источников. Скажем, от окружающей среды, от подсветки позади телевизора, от самого телевизора и от всяких прочих менее значимых источников. Скажем, от нити накаливания в лампах. Имеется в виду визуальный эффект самой нити, а не свет от нее. И, конечно, используя настройку лайтмикса, я могу теперь этот свет как-то изменить. Но вот, скажем, я оставил только свет от окружающей среды и сделал его послабее. И сделал его, допустим, более холодным. Заметьте, это не требует рендера заново. То есть рендер продолжается, а я тем временем потихоньку настраиваю картинку. Прямо по-живому, без необходимости пересчета. Вот я, допустим, добавил свет от ламп и сделал его поярче. Притом визуально сами лампы тоже можно сделать более яркими. И свет от ламп, я сделаю немножко поражее, наверное. Вот так вот. Телевизор и свет от него. Экран телевизора. Вот он. Сделали поярче, потемнее. Это подсветка от телевизора. Давайте сделаем его поярче. Вот так вот. Ну, а экран телевизора, по-моему, так я. То есть вот я настроил картинку, как хотел. И корона позволяет мне менять эти настройки в любой момент времени. Когда я захочу. Во время рендера, после рендера. Но жалко, не вместо рендера. Также можно навесить всякие эффекты визуальные. Тоже в процессе визуализации. Допустим, сияние. Bloom и Glare. И вот теперь у меня лампы красиво засветились. Это все было и раньше. То есть то, что сейчас вы увидели, это, в общем-то, обычное проявление короны и ее замечательных, уникальных фишек. Ну, а что же интересного в новой короне? Чем она может похвастаться? Давайте я включу вместо обычного рендеринга так называемый интерактивный режим. Это когда корона пытается в реальном времени показывать результат. Может быть, не так красиво, как она могла бы. Но зато без долгого ожидания. И я хотел бы, друзья мои, перейти к редактору материалов. Заметьте, у меня есть материал, который называется wood, деревяшка. Тут видно, что материал собран из двух карт. Это цвет и блеск. И вот у этой деревяшки мне не хватает рельефа. То есть я бы хотел, чтобы фактура дерева была более рельефной. У меня есть специальная картинка. Вот эта. Карта так называемого bump, то есть рельефа. И я могу подключить ее в качестве рельефа. Давайте так и сделаем. Я подключаю ее в свойство bump. И система теперь на дереве будет пытаться рисовать выпуклую фактуру. То есть материал дерева теперь стал очень фактуристым. Вот если посмотреть свет только от ламп, мы видим с вами, как на дереве появились глубокие неровности. Но, к сожалению, технология bump не всесильна. Она создает неплохие неровности, но именно неглубокие. То есть она не может, например, сделать высовывающиеся из стены кирпичи. Потому что bump – это псевдорельеф на самом деле. То есть он дает лишь имитацию настоящего рельефа. Хотя и вполне симпатично. Можно, кстати, усилить его. Будут еще сильнее. Вот у нас с вами есть настройки силы bump. Я поставлю, допустим, два. Эффект усиливается и получается еще более глубокий. Но для деревяшки это отличный подход. А вот для кирпичей уже не столь отличный. Кирпич у меня очень плоский, как будто нарисованный на стене. Но вы и сами видите. Вот граница стены, края стеной. Он ровный. А был бы это настоящий кирпич, кирпичики бы шли, конечно, вот так. Да и тени бы от них были. Вот это называется дисплейс. То есть смещение. И если мы посмотрим в настройки короны, в системные настройки, мы увидим, что теперь у нее по умолчанию, в дисплейсе, активирована опция, которая называется 2.5D дисплейсмент. 2.5D дисплейсмент – это так называемый оптимизированный дисплейс, очень скоростной, с расходом минимально возможных памяти. И благодаря этой технологии вы можете теперь массово применять дисплейс, не волнуясь за быстродействие, за перерасход. Вот, например, у кирпича я беру похожую картинку, как вот у дерева, но я подключаю ее не в свойство BAMP, а в свойство дисплейс. Что происходит? Вот, кирпич на самом деле приобретает рельеф. То есть теперь у меня кирпич становится объемным, выпуклым, по-честному. Притом его высота задается max-левелом. То есть сейчас у меня кирпичи максимально, при их очень остром желании, могут высовываться из стены аж на целых 8 сантиметров. И мне кажется, этого мало я сделаю больше. 12 я сделаю. Ну, фактически это было бы таковым, будь граница цвета насыщена белыми, насыщена черными. Поскольку здесь картинка такая серенькая, то от этих 12 сантиметров в лучшем случае где-то 4-5 будут использованы. И тем не менее, что мы с вами видим? Край кирпичной кладки стал объемным. То есть кирпичи стали на самом деле 3D. И вот если я попробую выполнить уже финальный рендер, то мы с вами увидим, что кирпичи на стене имеют потрясающую выпуклость. И освещение от ламп Эдисона на них шикарно ложится. Также на них очень хорошо ложится свет от LED-подсветки позади экрана телевизора. Ну да, корона не сильно радует нас быстродействием. То есть, конечно, ждать приходится довольно долго, пока она посчитает. Но вот мы видим, даже на черновом уже наброске, очень глубокий рельеф на кирпичах. Возможно, я даже перестарался с силой рельефа, но уж тут никак не скажешь, что ее нет. То есть получается как для деревяшек, там всяких тоненьких шовчиков, можно по-прежнему использовать технологию бампа. Ну вот мы видим с вами на дереве фактуру, и нельзя сказать, что эта фактура плохая. Но дерево на самом деле плоское. То есть, как ни крути, оно имеет строго ровную линию края. А вот дисплейс дает совсем другой эффект. Здесь, конечно, мы видим глубокий, красивый рельеф. Вот это самое интересное нововведение в пятой короне. Это отлично работающий дисплейс, с помощью которого теперь можно радовать себя объемными элементами на визуализации. Такими, как кирпичная кладка, дикий всякий камень колотый, ломанный. Иногда даже шовчики на плитке. Но давайте перейдем к другой сцене. И вот там мы сможем видеть совсем интересные вещи. Я открою еще один готовый презентационный пример. Который касается в этот раз V-Ray. Что же интересного нам приносит V-Ray? Это пятая версия V-Ray. Здесь мы видим опять настроенную сцену. Я поставлю размер картинки немножко поменьше, чтобы все-таки ускорить процесс. И нажму Render. Пока я не делал ничего интересного нового. И вот что мы видим на визуализации. У V-Ray совершенно новый фреймбуфер. То есть вот это вот окно, в котором идет рендеринг. Слева фреймбуфера, в левой его стороне здесь, теперь находится история. Она сейчас выключена, но если ее включить, она будет аккумулировать ваши визуализации в виде такого набора картинок. И вы сможете в ней, в истории выбирать картинки, выполненные, отрендеренные, рассматривать их, сравнивать их между собой. В общем, это, конечно, очень интересно. Но самое интересное, то, что мы видим с вами в правой части. Здесь, как видите, совершенно новый механизм обработки картинки. Здесь у нас эффекты линзы, то есть всякие сияния, свечения. Здесь у нас динозер, то есть подавление шума. Как видите, он говорит, что он сейчас выключен. И возможность переключаться между обычной картинкой и, наконец-таки, light mix, который пока тоже выключен. Также можно добавлять всякие доп. элементы. Но вот, скажем, я добавлю элемент экспозиция. Теперь появляется новый элемент обработки. Вот он. Ну, давай добавляем. Что за рельеф? А, понятно, рендер идет. Сейчас, секунду, стоп. Вот я добавил экспозицию. И мы с вами видим, как благодаря настройке экспозиции я могу менять яркость картинки. Но это было и раньше. Просто было иначе устроено все. Сейчас он стал более логичным, как слои в фотошопе по обработке. А вот о совсем новых функциях. Во-первых, появилась чудесная кнопочка с цветными шариками. Это новая библиотека материалов. Она выглядит вот так. И, надо сказать, включает в себя очень много интересных готовых материалов. И что совсем здорово, они все кастомизируемые. То есть вы можете их менять и поднастраивать, как вам захочется. Их легко перетащить в редактор материалов. Ну, скажем, я взял материал какой-нибудь штукатурки на стенах, выделил стены и присвоил его стенам. Извините. Ну, теперь присвоил. И дальше, если я возьму редактор материалов, я могу со стен его снять в редактор. Вот он взялся в редакторе. Я вижу, как он устроен. И в основе его карта Veracolor. Благодаря карте Veracolor я могу менять цвет этой самой штукатурки, например. Вот ее цвет. И вот я меняю его на какую-то более влевую. То есть в основе там лежит или карта Bitmap или карта ну, там, V-Ray Bitmap сейчас отстала. Вот. Или карта V-Ray Column. И взяв материал, вы можете легко его переделать под себя. Вот такое. Он, кстати говоря, не нуждается в UV-координатах, потому что используют трипланерных координат. То есть размер штукатурки определяется здесь. Не нужно применять его W. Тоже довольно удобно. Ну и, конечно, чудесная вещь, то, что теперь в настройках V-Ray я могу в Render Elementor добавить не только Denoiser, то есть подавление шума, но и Light Mixer. В отличие от короновского Light Mixer этому даже настройки не нужны. Я просто применяю Light Mixer и нажимаю Render. И вот сейчас мы увидим во всей красе, что из себя представляет V-Ray 5 с точки зрения обработки картинки. Как видите, сейчас картинка считается. Скорость рендера остается та же, то есть когда мы запускаем рендер с Light Mixer, у нас по большому счету все как было, как осталось. Но у нас здесь появляется так называемый Source, Light Mix. И мы видим с вами, что V-Ray отдельно рендерит слой с каждым светильником. То есть у него есть слои со светильником V-Ray Light, которые генерируют фон, фоновый свет. И тоже мы можем с вами, как и в Короне, менять яркость этого светильника, менять его оттенок. Вот, добавил этот светильник, здесь, допустим, послабее сделаю. Добавил светильник витража, тоже послабее сделаю. Цвет от окружающей среды, цвет от светящихся объектов. Что очень удобно, это все работает по-живому, то есть тебе достаточно на визуализацию один раз посчитать все, и дальше на уже от рендеренной картинке ты можешь вмешиваться в уже конечный результат без рендера заново. Денойзер, то есть система подавления шума, теперь сделали регулируемой, как в Короне. То есть есть ползуночек силы денойза, который ты можешь менять по желанию. Ну вот, лензоффекты и все прочее также легко настраивается и включается, как в старом V-Ray, но только теперь мы видим с вами, что это реализовано в виде простых ползуночков в том же блоке, что и остальные настройки. Вот я сейчас нажал стоп, сейчас он денойзит картинку, он, как видите, она получилась гладенькой, шума стал минимумом, но у денойзера теперь плавный контроль, то есть я могу сделать денойз сильнее или слабее, опираясь на возможность, как в Короне, менять его силу. Это то, чего раньше не было в V-Ray, надо сказать, это довольно сильно портило малины. А вот сейчас, конечно, можно сказать, что V-Ray приблизился к Короне, насколько это возможно, а Корона приблизилась к V-Ray, насколько это возможно. Ну и, конечно, такой, я бы сказал, продакшн каких-то коммерческих работ стал еще более удобным, гибким и быстрым. Все эти системы, и V-Ray, и Корона, ну и, естественно, Max как платформа, изучаются у нас на курсах в нашем новом их варианте обновления. Дорогие друзья, ну вот так вот понемножку я постарался вам показать нововведение всех трех платформ, вернее, платформы Max, системы V-Ray и Корона, это система рендер. Если у вас какие-то вопросы, уважаемые слушатели, с вашего позволения, я бы в таком случае хотел передать слово нашему уважаемому администратору. Добрый день, уважаемые слушатели. Слышно ли меня? Ну, мне отлично слышно, на всяком случае. Прекрасно. Дмитрий, добрый день. Спасибо вам за внимание. Я с вашего позволения еще на секунду дарю вас перебью, простите. Хочется, да, всем пожелать успехов в освоении тренмаксов, творчества и в работе. Друзья мои, спасибо за внимание. Передаю слово уважаемой Дарьей. Благодарю. Уважаемые слушатели, сегодня был прекрасный семинар, посвященный дипломной программе 3D-визуализатор. В нашем центре очень много дипломных программ. Одна из них, вот как раз таки сегодня была представлена широко и подробно, что по окончанию дипломной программы можно, ну, получение престижного диплома о профессиональной переподготовке. Также это удобная форма. Это блочно-модульная система, где каждый модуль вы можете планировать расписание, удобно подбирать с вашим менеджером, подстраивать его под себя в более интенсивном формате или в более щадящем, когда много можно будет, ну, более подробно, более для того, чтобы была возможность отработки. Также по окончании дипломной программы вам в личных кабинетах будет доступен видео, материал курса, где вы можете повторить, еще раз закрепить материал. Также у нас есть удобная рассрочка 20% от дипломной программы и далее уже доплата перед каждым курсом, что позволяет разбить оплату на более длительный срок. Если у вас есть вопросы по этой дипломной программе или любой другой, или по отдельным курсам, блокам, модулям, которые входят в них, я и мои коллеги всегда рады вам будем помочь. Я сейчас в чат направлю контакты. Если будут вопросы, будем рады ответить. Почта комплекса и в чатике направила. Если будут вопросы, всегда обращайтесь, пожалуйста. Также мы поможем подобрать вам удобное расписание, рассказать более подробно о программе, выслать. Есть ли у вас ко мне вопросы, уважаемые слушатели? Также, если кого-то интересуют дни карьеры или по окончанию дипломной программы, также у нас есть центр трудоустройства, где можно проконсультироваться и поддержку по дальнейшему продвижению в профессии получить. Можете всегда обращаться по контактам. Я вам желаю хорошего вечера. Если будут вопросы, пишите. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Дарья. Очень познавательно. Ну что же, уважаемые друзья, позволю себе с вами попрощаться. Был рад видеть вас онлайн этим вечером. Если есть какие-то вопросы по моему выступлению, буду рад на них ответить. Если же нет, буду рад увидеть вас на наших курсах. Всего хорошего, уважаемые слушатели. До свидания. Конец связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok